Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Елена Марченко. Я представляю Центр славянских культур Библиотеки иностранной литературы. И сегодня мы открываем Месяц украинской культуры в иностранке. Я с большим удовольствием передаю слово для приветствия генеральному директору Библиотеки иностранной литературы Кузьмину Павлу Леонидовичу. Пожалуйста, Павел Миньевич. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Библиотеке иностранной литературы. Для нас это большая честь и большая возможность еще раз подчеркнуть ту значимость, которой мы уделяем вниманию, знакомству и продвижению, как бы это ни звучало странно, украинской литературы, потому что она всегда-всегда с нами. Мы всегда были близки, мы всегда были рядом, но по воле судеб. Как-то получается, что ситуация пытается разделить наших людей, наших близких. Но Библиотека иностранной литературы, Центр славянской культуры вкладывает огромные свои усилия для того, чтобы продолжать вот ту дружбу, ту единство, культурное единство, которое всегда было неразделимо и было такой подчеркивающей значимым значением, извините за тавтологию, в наших отношениях. И я очень рад, что мы осуществляем эту деятельность и открываем вот этот прекрасный месяц украинской культуры в иностранке вместе с нашими прекрасными друзьями, которые на протяжении многих лет оказывают Библиотеке содействие в продвижении. Я не буду представлять, потому что это честь, я Елене Марченко оставлю представить нашего уважаемого гостя. Хотелось бы подчеркнуть, что Библиотека иностранной литературы с недавнего времени стала не только держателем огромнейшей, прекраснейшей коллекции украинской литературы, но она продолжает проведение таких мероприятий, встреч, дружбы, взаимопонимания с писателями, с артистами. И сегодня я очень рад, что Библиотека иностранной литературы открыта для украинской культуры, для этой прекрасной, великолепной страны. И я хочу еще раз чуть-чуть добавить маленький момент, так как у меня отец сам из Киева рожденный был. Для меня украинская культура и Киев, и все, что связано с этим, это не что-то, это глубоко в сердце. Поэтому вот эта глубина и доброта, и душевность, которая всегда была между русскими и украинцами, мне очень хотелось, чтобы она восстановилась. Это так должно быть, иначе по-другому нельзя. Мы все живем на одном шарике, этот шарик очень мал, его и так пинают с разных сторон. Поэтому, по-моему, пора уже взять тайм-аут и насладиться тем, что у нас есть. А есть у нас только одно. Это любовь, это жизнь, это наши семьи. Вот ради них мы это все и делаем. Спасибо вам огромное, и желаю вам прекраснейшей, интереснейшей недели культуры Украины. Спасибо огромное. И с большим удовольствием представляю гостя Центра славянских культур, библиотеки иностранной литературы. Это председатель Совета землячеств Украины, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса, первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Содействие дружбе народов, Союз наций и народов России», доктор политических наук Николай Иванович Лях. Добрый день, Николай Иванович. Добрый день. Да, добрый день. Добро пожаловать к нам в библиотеку. Спасибо. Рада вас видеть снова. Спасибо, Павел Иванович. И нашим зрителям я хочу сказать, что дальше мы продолжим беседу с Николаем Ивановичем. Николай Иванович, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Николай Иванович, я знаю, что вы родом из Украины, из Черниговщины. Вы много лет живете и работаете в Москве. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, какой стала Москва после того, как вы покинули родину? Какой вы помните Украину? Какой видится вам она сейчас? Добрый день, дорогие друзья, коллеги, земляки, которые, я чувствую, нас, наверное, где-то слушают и смотрят. Я вас сердечно приветствую в стенах библиотеки иностранной литературы, где мы проводим уже не одно мероприятие. И сегодня это открытие месяца-месячника украинской культуры в иностранке. Не так давно, в сентябре прошлого года, мы провели декаду украинской культуры, где проходило здесь в стенах иностранки много интересных мероприятий. И я хотел бы поблагодарить и руководство библиотеки иностранной литературы, и лично Елену Павловну, которая очень много выделяет вниманию в выполнению тех задач, тех обязательств, которые мы записали в нашем договоре о сотрудничестве. Мы подписали договор о сотрудничестве между библиотекой, Центром славянских культур и Советом землячества Украины. И на основании этого договора мы уже провели несколько мероприятий. Но я думаю, что и Елена Павловна, и я по ходу нашей сегодняшней беседы мы вспомним еще об этих мероприятиях, потому что многие из них были действительно интересными и запоминающимся не только нам, организаторам этих мероприятий, но и всем тем слушателям, тем участникам, тем землякам, которые принимали участие в наших мероприятиях. Я действительно, поскольку вот, Лена, можно называть Вас Леном, мы давно знаем друг друга, вот Лена задала такой вопрос, ну придется немножечко и о себе рассказать. Да, я родом из Черниговщины. Ну, к сожалению, я рано лишился родителей. Я воспитывался в детском доме, в Краснохуторском детском доме, в школе-интернате. И первым в истории этого детского дома, между прочим, могу похвастаться, закончил его золотой медалью. Я был первый выпускник этого детского дома, который получил золотую медаль. После этого я работал и учителем в средней школе, я работал секретарем Сосницкого райкома комсомола, секретарем Корюковского райкома комсомола, я работал секретарем обкома комсомола Черниговского. И вот после работы в обкоме я очутился в Москве. Каким образом, я вам уже время прошло, могу по секрету сказать, пригласил меня первый секретарь обкома партии УМАНС, Николай Васильевич был очень известный на Украине, первый секретарь обкома, и сказал, Николай, я даже тебе не говорил, что я уже два раза отказал Москве, когда тебя хотели забрать в Москву, потому что у нас свои планы на тебя есть. Сейчас звонил лично первый секретарь СКВПСМ Тяжельников Евгений Михайлович и попросил все-таки, чтобы ты работал в международном отделе СКВПСМ. Нам жалко тебя отпускать, но четвертый раз тебя никто не пригласит уже в Москву. Так, намек такой сделал. И так я очутился в Москве. Я работал в СКВПСМ, я работал заместителем заведующего отдела в СКВПСМ, я работал, был в загранкомандировке. И в Москве я уже с 77-го года, то есть практически, получается, 43 года я уже москвич. Вот, и здесь и семья моя, здесь и дети, и внуки мои. Вот, и Москва стала для нас родным городом. Мы полюбили этот город. И, честно говоря, последний раз на Украине я был 6 лет тому назад. Я не буду о политике говорить, но скажу по-честному. Я не могу посетить могилы своих родителей. Меня не пускают на Украину. Вот, я хочу и обратиться к украинским властям и сказать о том, что я бы хотел ездить на Украину. Я бы хотел посетить могилы своих родителей, которые похоронены в Чернигове. Вот, но благодаря главному редактору журнала «Кобза», в Канаде, который выходит к Коломацкому, и благодаря руководителю Черниговского землячества в Киеве Виктору Ткаченко, я ни с того ни с сего объявлен врагом Украины. Почему? Извините. Передо мной указ президента Украины, где два человека из России, Лановой Василий Семенович и я, награждены высшими наградами Украины за значительный личный вклад в социально-экономическое, наушно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства. Значит, у меня есть заслуги перед украинским государством. В поздравлениях, которые пришли в связи с этим, глава областной администрации Черниговской пишет, что это на украинском языке телеграмма пришла, «Вся высоковид знака с беззаперечным вызнанием, керевництвом нашей державы, ваших профессийных якостей, та боготоричного сумлинного служения народови Украины». Да, я прожил, я родился, я прожил на Украине 30 с лишним лет, и я в своей деятельности и в ЦК Комсомола, и в других органах, и в Совете землячеств Украины, я все время работал на объединение, не на разъединение, а на объединение наших народов, нашей молодежи, наших стран. Поэтому я думаю, что признание моих заслуг перед Украиной должно, по крайней мере, хотя бы разрешить мне посетить наконец-то Украину и посетить могилы моих предков. Извините за отступление, но оно вот такое у меня. За годы работы в Москве очень много мероприятий мы проводили, направленных на укрепление дружбы украинской, российской молодежи, советской молодежи. И мы проводили фестивали, проводили смотры. Я помню очень много мероприятий, которые проходили и в Кремлевском дворце съездов, и в Лужниках на стадионе, посвященных украинско-российской дружбе. Я помню очень хорошо последнее мероприятие, которое я запомнил. Это было одно из наших последних совместно российских, российско-украинских мероприятий, проведенные в январе 2014 года. Я повторяю, уже в январе 2014 года, когда уже разгорались какие-то вопросы, связанные с событиями в Донецке и в других местах. В государственном Кремлевском дворце более пяти тысяч москвичей и гостей столицы, в том числе из многих областей Украины, братались и под аплодисменты встречали замечательный творческий коллектив народного артиста Украины Михаила Поплавского и его гранд-шоу «Любовь без границ», которое проходило в рамках организованного Советом землячества Украины фестиваля «С чего начинается Родина». Перед этим мы провели с Иосифом Давидовичем Кобзоном, там же в Кремлевском дворце съездов, тоже большой фестиваль украинской песни, где тоже были представители всех областей Украины, всех областей, породненных областей России и мероприятие, которое говорило, даже не предвещало проведение этих мероприятий, о которых я сказал, даже не предвещали того, что потом случилось. Мы очень сожалеем о том, что у нас сложились такие некоторые непонятные взаимоотношения между нашими странами, но я хочу сказать, что это в основном между руководителями, наверное, а не между народами. Мои друзья, которые живут на Украине, с которыми я общаюсь по телефону, которые приезжают в Москву, с которыми я общаюсь, говорят о том, что вообще-то большинство жителей Украины за то, чтобы восстановить дружеские отношения между нашими странами. На этом зижится и работа нашего Совета землячеств Украины в Москве. Вы сказали, что более 30 лет уже проживаете в Москве. Во времена Советского Союза, я еще помню, в Москву стремились, Москва была центром, куда ехали свои амбиции реализовать. Успешный город был и сейчас, он таким остается. Скажите, пожалуйста, из Вашего опыта, как меняется психология людей, в частности, возможно, украинцев, которые переезжают из Украины в Москву, жить, работать? Меняется ли что-то в психологии человеческой? Ну, Вы знаете, что, ну, во-первых, я уже более 40 лет в Москве живу, с 1977 года, это уже 43 года. Вот, и Вы знаете очень хорошо, что во время, в советское время, Москва, ну, скажем так, не говорю о себе, Москва забирала лучшие кадры из союзных республик, всех, не только из Украины, из союзных республик, в московские центральные органы, и ЦК КПСС, и ЦК ВЛКСМ, Верховный Совет, и Совет Министров, Министерство, Ведомство и так далее. Вот мы как-то анализировали цифры, 40% из всех, кого забирала Москва из всего Советского Союза, 40% были кадры из Украины. Вот, мы можем называть много фамилий людей, которые стали и союзными министрами, которые стали членами Политбюро, которые стали выдающимися учеными мирового уровня, которые пришли из Украины в Москву. Да, что говорить, только в нашем Совете Землячества среди 25 учредителей Совета Землячества где-то три дважды героя Советского Союза и России и летчики-космонавты. Это бывшие министры и Лунёв Николай Стефанович, и бывший министр Тимашишин Михаил Лукич, союзные министры, которые пришли в Москву и работали в Москве на благо всего Советского Союза, не только России и Украины, всего Советского Союза. Кадры из Украины были очень востребованы в Москве. И Москва всегда пользовалась хорошим опытом этих кадров. Спасибо, Николай Иванович. Вы несколько раз уже упомянули, и я вас представила как председателя Совета Землячества Украины. Это было 8 лет назад, когда вас избрали, и многие украинские издания написали статью, вышло такое интервью с вами, как Черниговец стал первым украинцем Москвы. Скажите, можете ли рассказать об этом поподробнее, как так получилось, что вы возглавили такую большую организацию? Ну, не сразу, как бы, я дал такое согласие. Я был связан с Украиной, я был связан с Черниговым. Вот, и в свое время, в 90-м году, когда я заканчивал Академию общественных наук при ЦК КПСС, меня Чернигов хотел забрать обратно. Вот, мне предложили должность секретаря обкома партии в Чернигове. Вот, и, ну, и я скажу сейчас откровенно, что, поскольку это уже был 91-й год, вот, я пошел посоветоваться к своему бывшему, хорошему, старшему товарищу, Александру Семеновичу Капту, который в свое время был первым старем ЦК Комсомола Украины, вот, который, по сути дела, как бы, нечутленный комсомольский билет вручал в свое время. Вот, потом он был секретарем обкома партии Киевского, потом он был членом политбюро ЦК Компартии Украины, секретарем ЦК Компартии Украины, а потом был в ЦК КПСС заведующим отделом, идеологическим отделом. Я пошел к нему, а сейчас сможет такое, Чернигов мне предлагает вернуться домой. Спасибо ему. Он сказал, а тебе надо это? Человек, член ЦК КПСС и так далее, вот, тебе надо это? Если бы это было года 2-3 назад, другое дело. А сейчас ты видишь, что творится в нашей партии, в нашем КПСС, что творится с нашим генеральным секретарем. Вот, и я остался в Москве и стал продолжать работать в Москве, часто посещая в свое время, до событий 2014 года, часто посещая город Чернигов и своих друзей, знакомых и родственников. Ну, сейчас вот пока, пока я не могу Украину посетить. А помните сам момент, когда вас избрали председателем Совета землячества, как это было? Да, да, это было в феврале 2012 года, когда собрались в Национальном культурном центре Украины, на Арбате, руководители всех украинских землячеств, члены правления Совета землячества, и даже предварительно, как бы особо со мной, не проводя никакие-то беседы, выставили мою кандидатуру. Мне ничего не оставалось, как согласиться, естественно. Ну, при помощи, я сказал, при вашей помощи, поскольку среди, я уже говорил, среди руководителей землячества очень известные выходцы из Украины были, очень известные имена, и я сказал им спасибо за доверие и начал работать. Вот, мы провели много мероприятий, вот, и а часть из них я просто могу рассказать, если есть такая необходимость, потому что Совет землячества активизировал свою работу, мы зарегистрировались, мой предшественник Николай Иванович Челомбитько, выходец из Луганска, бывший председатель комитета молодежных организаций Украины, потом он дипломат высшей категории, когда он вернулся с дипломатической службы в Москву, его взяли на работу в ЦК партии, вот, и он в то время начал уже после после этого начал собирать как бы земляков и организовывать землячество. Он был первым, он сейчас почетный председатель, Царство Небесное, почетный председатель, был избран почетным председателем Совета землячества, и он тоже активно поддержал мою кандидатуру, поскольку мы еще были известны с ним в Киеве, когда я был секретарем обкома, он был председателем комитета молодежных организаций, меня активно поддержал Андрей Николаевич Гиренко, тоже в свое время бывший первым старец как комсомола Украины, а здесь он был потом первым старем Херсонского обкома партии, первый секретарем был обкома партии в Симферополе, потом был с четверым ЦК КПСС, кандидатом членов полюбюро, и он тоже поддержал мою кандидатуру, и Виктор Иванович Мироненко, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, бывший первый секретарь как комсомола Украины, который в свое время, когда я выходил в Москву на работу в Москву ЦК ВЛКСМ, сменил меня на должности секретаря Черниговского обкома комсомола. Он поддержал активно, и когда я увидел полную поддержку, у меня сомнения все исчезли, я дал согласие, о чем и до сегодняшнего дня не сожалею. Я сожалею только в чем? В том, что я, извините, но именно я выступил тогда инициатором заключения договоров, подписания договоров и соглашений Совета землячеств Украины в Москве с главами областных администраций. Мы ехали в область, я как председатель Совета всех землячеств, председатель регионального землячества, условно, скажем, Черниговского, Черниговой подписали соглашение о сотрудничестве с главой администрации и с главой областного совета. И мы начали работать по таким соглашениям, очень интересные некоторые областя, очень интересно работали. Губернаторы, главы администрации приезжали на годичные собрания в каждое землячество в Москву, или своих представителей присылали. Но, к сожалению, случилось то, что случилось, случился Майдан, и назову даже фамилии людей, это был Порошенко, это был Яценюк, которые на одном из совещаний с губернатором и с главой администрации всех областей Украины сказали, что украинские землячные в Москве это пятая колонна, никакого сотрудничества во властях наших не должно быть с землячествами в Москве. А те соглашения, которые вы там с Ляхом подписали, аннулировать все. И после этого у нас активно начали сужаться контакты между землячествами, московскими землячествами, землячества это не только люди, которые родились в Украине, это не диаспора, а это люди, которые разных национальностей, которые жили, работали, учились, женились и так далее в Киеве, в других городах Украины, а теперь живут в России, живут в Москве, являются гражданами Российской Федерации. Вот что значит, что, кто такие землячества и что значит землячество. Ну, сегодня значительно сократились контакты на организационном уровне. Личные контакты продолжаются, а на организационном уровне значительно сократились контакты украинских землячеств в Москве со своими регионами на Украине значительно. Вот. Мы проводим в основном такую внутри землячество, проводим работу всю здесь в Москве без выхода на Украину. к сожалению, это случилось. Николаевич, я еще помню эти большие мероприятия, даже слово мероприятие не подходит, это события всегда были, где принимали участие самые талантливые представители культуры, искусства, государственные деятели. у меня даже посчастливилось стать соведущей этого большого яркого фестиваля, с чего начинается Родина. На данный момент, вы говорите, все-таки проводится работа, как живут землячества сегодня, как вы сейчас организовываете, что интересного. Расскажите, пожалуйста. Ну, таких мероприятий, о которых я уже вспоминал и перенес фундация, и те мероприятия, которые мы проводили в культурном центре Украины. Кстати, после событий на Украине мы переместились в Московский дом национальностей и большинство своих мероприятий землячества и совет землячества мы проводим в национальном культурном центре. Мы проводим не в национальном культурном центре Украины, а в Московском доме национальности большинство мероприятий. После подписания соглашений с библиотекой иностранной литературы мы уже несколько таких мероприятий провели здесь, и мы благодарны, что библиотека пройдут эти пандемии мероприятия всякие, и я думаю, что мы восстановим практику проведения наших мероприятий и в ваших залах, поскольку у вас есть несколько залов достойных для того, чтобы проводить там большие мероприятия. Я вам скажу, что сегодня в Москве создано 17 региональных организаций, то есть 17 областей Украины имеют свои региональные землячества в Москве. Совет землячества после того, как мы официально зарегистрировались, стал членом Общероссийского Союза Общественных Объединений Народное Большинство России. Совет землячеств входит в состав сопредседателей Оргкомитета по воссозданию Международного Антинацистского Комитета. Совет землячеств принят в Координационный Совет региональных землячества правительства Москвы. С 2014 года мы в Московском Совете по национальной политике при правительстве Москвы. Елена Павловна, я и тебе благодарен в том, что ты самое активное участие приняла в нашем большом мероприятии, которое называлось фестиваль «С чего начинается Родина». Это проводилось в рамках объявленного указом президента России года российской истории с участием украинских землячеств в Москве и в России, а также москвичей и выходцев из других республик. Кобзон Иосиф Давыдович стал председателем органом этого фестиваля и мы проводили его довольно активно и не только в Москве. По инициативе луганского землячества были проведены патриотические мероприятия, посвященные 70-летию и 75-летию комсомольско-молодежной подпольной организации «Молодая гвардия в Краснодоне». Мы выезжали поездом памяти, я был одним из руководителей этого поезда, 520 представителей московской молодежи, ветеранов и активистов наших землячеств выехали в Краснодон для проведения патриотических мероприятий. Вот эти мероприятия мы проводили. Вместе делегация Совета землячеств вместе с представителями Черниговской, Гомельской и Брянской областей и вместе с патриархом Московским и всей Руси Кириллом мы выезжали ежегодно на границу трех республик Украины, России и Белоруссии. Это Брянская, Гомельская и Черниговская области. Там воздвинут большой памятник дружбы. Кстати, в свое время я был одним из организаторов субботников по его строительству. Даже в этом памятнике дружбы есть и мой камень заложенный в фундамент. Я старался каждый год и уже из Москвы, не говоря о том, кто в Чернигове когда работал, из Москвы я старался каждый год ездить на это мероприятие. Около 50 тысяч молодых людей из Гомельской, Черниговской и Брянской областей съезжались к этому монументу дружбы и проводили свои мероприятия в парке дружбы, которые мы тоже путем комсомольского молодежи субботников посадили на границе трех республик. К сожалению, с 2014 года такие мероприятия проводятся уже без участия Украины. Собирается белорусская молодежь, собирается российская молодежь, Украина уже не принимает участие в этих мероприятиях. Совет землянцев Украины принял активное участие в проведении международного фестиваля знатоков русского языка о России по-русски. Мы проводили такой представители 40 стран, дети, учащиеся из 40 стран, участвовали в этом конкурсе о России по-русски, то есть конкурс для иностранных детей. Это был мы проводили финальные мероприятия по благословению патриарха Московского Северуси Кирилла и в зале церковных соборов финальные мероприятия проводили в зале церковных соборов. Вот, ну, я еще могу сказать о том, что мы активно участвовали в проведении мероприятий здесь с двухсотлетием со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Вот, мы выпустили вместе с Союзом этножурналистов и Фондом культуры Крыма книгу из всемирной серии народа и времена Российской Федерации Украинцы. Я вижу, она есть у вас на стенде. И в 2016 году эта книга стала победителем межрегионального конкурса на лучшую книгу о знаменитых земляках, проводимых правительством Москвы. Ну вот, вот эта книга. Ну, поскольку мы говорим или заинтересованно говорим о том, чтобы восстановить наши дружеские отношения, восстановить дружбу между нашими народами, между Украиной и Россией, я позволю себе буквально пару абзацев из этой книги вам процитировать. Значит, что из себя представляет эта книга? Ну, во-первых, это знаменитый академик Пётр Петрович Толочко здесь даёт своё исследование украинцы в России и историческая справка о развитии сотрудничества между Украиной и Россией. Здесь Олейник Борис Ильич выступает в этой книге. Здесь есть 300 биографий знаменитых украинцев всех времён, которые жили, работали в Советском Союзе, в Деревизионной России и сейчас. Здесь есть 300 биографий современных украинцев, которые приехали в последние годы и живут в Москве, живут в России и вносят и вносили и вносят сейчас свой вклад в развитие наших взаимоотношений между нашими странами. Я не буду называть, я открываю каждую страницу, здесь можно назвать очень много людей, которые есть в нашем сотрудничестве Совета землячества Украины. Это люди из этих 300, я вам скажу, которые есть в этой книге. Ну, я думаю, что ни одного нет человека, который смотрит другими глазами, чем мы это воспринимаем, на развитие дружбы и сотрудничества между Украиной и Россией. Это, здесь ни одного русофоба в этой книге нету, здесь люди, которые любят Россию, которые любили Советский Союз, которые любят Украину, но они все говорят, мы любим нашу Украину, которая дала нам жизнь, которая дала нам историю, направление, развитие. Петр Петрович Толочко, академик Национальной Академии Наук, директор Института археологии, в своем исследовании украинцев России пишет, после приобретения государственной независимости в исторических исследованиях Украины обозначилась тенденция так называемого нового прочтения нашего прошлого, особенно того, которое было общим с Россией. В том не было ничего дурного, если бы это прочтение не свелось к банальной перелицовке истории и не принадлежало преимущественно тем же людям, которые являются авторами старого прочтения. В этом легко убедиться, взяв в библиотеках их кандидатские докторские диссертации или публикации, вышедшие до 91-го года. Тогда они славили вечную и нерушимую дружбу двух братских народов, а теперь оплакивают горькую долю украинского, будто бы продолжение веков, притесняемого и унижаемого русскими. То, что совсем еще недавно считалось общим, теперь объявляется чужим. Я недавно встречался с Петровичем Толочковым в Минске. Я обсуждал с ним эту тему, говорю, ну вы вообще-то русофил стопроцентный, как вас терпят сейчас нынешние пронацистки настроенные правители. Бояться будет. Почему бояться? Потому что человек с мировым именем, это человек, который знает весь мир, это человек, против которого никто и пятка которого не стоит в нынешней Украине. Русские, белорусы и украинцы не только родные по происхождению, по языку, по современной культуре. У нас общее великое прошлое, период в 300 лет 11-13 века общий для наших литератур. Бессмертное слово о полку Игореве родилось на стыке земель нынешних русского, украинского, белорусского народов, неоспоримых и бережных хозяев великого слова. Слово о полку Игореве создано в тот период истории Руси, когда еще не было разделения на три востошеславянских народа великорусский, украинский и белорусский. Следовательно, оно в равной мере принадлежит этим трем братским народам. Однако, оно больше, чем просто принадлежит им. В известной мере оно является символом их единства и братства. Мы должны быть благодарными сыновьями нашей великой матери Древней Руси. Прошлое должно служить современности. К этому призывал нас великий ленинградец, петербуржец, академик Дмитрий Лихачев. Вот это только несколько выдержек из этой книги, которые говорят о том, что не все потеряно в том, чтобы восстановить нашу дружбу, дружбу наших народов. И мы знаем, что сегодня все-таки по оценкам в том числе и украинских аналитиков 65% украинцев дают ответы в своих анкетах, которые проводят различные организации, на то, что они хотят дружить с Россией, они хотят быть с Россией. Вот это основное в направлении деятельности нашего Совета землячества развивать эту дружбу, крепить эту дружбу, восстанавливать эту дружбу. Вот я мог еще несколько рассказать мероприятий, которые мы проводим, но я сегодня мы заключили, у нас договор заключен не только библиотекой иностранной литературы, мы первыми подписали договор о сотрудничестве воссозданной национально-культурной автономии украинцев России, которую это чисто украинская организация, которую возглавляет Богдан Беспалько, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральной национально-культурной автономией белорусов в России, мы подписываем соглашение с Ассамблеей народов России, союзом наций народов Московским домом национальностей, и совет наш участвует в работе исторического патриотического клуба «Мое Отечество» при Союзе журналистов Москвы, между прочим членами которого мы с тобой являемся, следом союз журналистов Москвы, и Международной ассоциацией фондов мира во главе Сергеем Николаевичем Бабуриным. Хотел бы особо сказать, что в сложившиеся условия последних лет, последних 5-6 лет значительно активизировалась деятельность землячества донбассовцев и луганского землячества. Землячество донбассовцев вы знаете, что возглавлял в свое время и Николай Стефанович Лунев, потом Иосиф Дорогич Кобзон, сейчас возглавляет депутат Государственной Думы Анищенко, Петр Иванович Акаемов, член Союза писателей, поэт, активный и общественный деятель является первым заместителем председателем Совета правления землячества. Очень большая культурная программа в этого землячества. Я не говорю о том, что отправленные около 100 тонн гуманитарной помощи из Москвы в Донбассе, я не говорю о том, что каждый год 25 победителей детского музыкального фестиваля горячее сердце из Донецка приезжают в Москву и они отдыхают в санатории Снегири каждый год. Там в Донецком землячестве есть несколько, это самое большое землячество, есть несколько известных народных артистов, заслуженных артистов, артистов Большого театра, Малого, других, которые принимают активное участие во всех мероприятиях, не только своего землячества, но и во всех мероприятиях Совета землячества. Луганское землячество, я уже об этом вспоминал, проводит и особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи на примерах Краснодарской подпольной комсомольской организации. Но другие землячества, по независимым от них обстоятельствам, не могут такие активные связи осуществлять, хотя проводят плановую работу и принимают участие все наши землячества, принимают участие в фестивале Московских региональных землячеств «Дорогие мои земляки», в межрегиональном творческом фестивале «Славянское искусство русское поле», в работе молодежной комиссии Московского комиссионного совета при правительстве Москвы. Хорошие деловые контакты, например, земляство Кменистской области установило со своими земляками, проживающими в Украине, Канаде, США, в Израиле. Можно еще называть какие-то мероприятия. В принципе, мы очень довольны тем, что мы вместе с вами, вместе с Центром Славянской культуры, вместе с библиотекой провели и Декаду Украинской культуры с сентября 2019 года, и круглый стол памятник Бориса Олейника в рамках международного гуманитарного проекта Министерская инициатива. Мы провели презентацию третьего с вами вместе, третьего международного альпанарха терапоэтика, мы провели презентацию журнала Славяне, и в период проведения декады, которую мы вместе организовали, это было одно из первых наших мероприятий после подписания договора о сотрудничестве, работала очень интересная масштабная книжная выставка искусства и культура Украины. Ну вот, кстати, я не забыл об этом, но я хочу в плане участия наших, нашей творческой молодежи и наших заслуженных деятелей науки, культуры сегодня от нашего имени, я думаю, что и от имени Центра славянских культур, и от имени Совета землячества, я сегодня, я по телефону сегодня его поздравил, хотел бы, чтобы мы поздравили одного из очень активных наших членов нашего землячества, почетных членов Совета землячества в Украине, в Москве, Николая Лукьяновича Дупака. Николай Лукьянович Дупак Дупаку сегодня исполняется 99 лет. Вот, это заслуженный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Вот, это советский российский актер театра и кино, театральный режиссер. Это первый директор театра на Таганте, который брал на работу любимого, между прочим, в свое время. Вот, он фронтовик, он инвалид Великой Отечественной войны, он активно работал и в других театрах, он снимался в фильмах, его приглашал на съемки фильмов Александр Петрович Долженко, он снимался в Киеве на киностудии по приглашению Долженко. Вот, сегодня, дорогой Николай Ильянович, если вы нас слышите, с днем рождения, дай Бог вам удачи, дай Бог вам благополучия, дай Бог вам крепкого, крепкого, крепкого здоровья, и я вам сегодня обещал, что мы обязательно на ваше столетие в следующем году встретимся и проведем его в Московском Доме Национальностей, а может быть и в Национальном Культурном Центре Украины в Москве, а может быть и в Большом Зале Библиотеки Иностранной Литературы. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам успехов, удачи и благополучия. Спасибо, Николай Иванович, за столь подробный рассказ, спасибо за приятные слова, и вы знаете, я готовясь к этому интервью, смотрела в вашей биографии есть очень интересный факт, вы в 2013 году стали Человеком Года, это очень высокая награда, в номинации Народная Дипломатия, Общественная Деятельность, Область Общественная Деятельность, Скажите, скажите, тот момент, я читала интервью, что вы такую высокую честь посвятили своей дочери, да, вот такое признание общества, был день рождения дочери, это очень трогательно, что вы чувствовали в те минуты? Для меня это было немножко неожиданно, когда меня выдвинули на эту международную премию, это международная премия, вот, и я вам честно скажу, что я горжусь тем, что я оказался среди лауреатов международной премии Человек Года, в списке, в котором были номинантами и Владимир Владимирович Путин, и патриарх Московской всей Руси Кирилл, космонавт Леонов, некоторые выходцы из Украины были тоже в этом списке. Значит, я стал лауреатом, кстати, я иногда вот на такие большие мероприятия с гордостью одеваю лауреатский значок, это лауреатский значок лауреата международной премии. Ну, получилось так, что мне вручали в храме Христа Спасителя, проходит обычно вручение этой премии, и мне вручали эту премию в день рождения моей дочери Натальи. вот, и я прямо там, когда там как положено, каждому кому вручают эту премию, каждый ответное слово говорит, я рассказал немножко о своем участии в народной дипломатии, в общественной деятельности, а в конце сказал, что вот здесь в зале мы имели право по 2-3 человека пригласить на эту, я говорю, вот в зале здесь моя дочь Наталья, сегодня у нее день рождения, я эту премию посвящаю ей, конечно, это памятство и для нее, и для меня, и зал практически стоя приветствовал мою дочь тогда, вот я был очень рад этому. Здорово, Николай Иванович, и я также знаю, что вы прекрасно владеете украинским языком, скажите, пожалуйста, находясь в библиотеке, могли бы ли вы прочитать какие-то любимые строки на украинском языке, что-то из украинской классики, либо что-то свое, что пожелаете, пожалуйста. Заготовил. Заготовил. Славночка всегда подготовился. Вспоминаю февраль 2012 года, после того, как меня избрали председателем. подходит ко мне журналистка украинского издания, я так понял, что это Кобза было, из Канады. Девушка молодая говорит, Николай Иванович, вы тогда, это было в 2012 году, это было, вы уже около 35 лет живете в Москве, наверное, вы и слова ни единого не знаете по-украински. Наверное, вы все забыли. Я прочитал бедчик у нее, Виолетта, по-моему, ее звали, Виолетта. Только, пожалуйста, этого в интервью не давайте, когда вы мое интервью публиковать, не говорите. Но я вам честно скажу, значит, когда я еду в Америку или англоговорящие страны, я говорю по-английски. Когда я еду в Германию, я говорю по-немецки, когда я еду в Югославию или в любую из стран, которые остались сейчас на месте Югославии, я говорю на серго-хорватском языке. Кстати, докторскую диссертацию я защищал по-югославии на серго-хорватском языке. Это была закрытая докторская диссертация у меня на сербо-хорватском языке. Когда я еду на Украину, И когда ко мне обращаются украинцы, вот это я все ей объясняю на украинской мове. Я говорю, я разговариваю украинской мовой и так далее. Так меня выховал мой детский дом, моя школина. Вот я говорю, я звитый из тех часов, вот так видношусь до того, чтобы обладевать иноземными мовами. Мы уже говорили об этом. Я люблю свою область. Я люблю Чернигов, в котором я жил. Я люблю город Новгород-Северский, о котором вот речь шла здесь. Слово «Полку Игорева» на Новгород-Северске, в Путивле создавалось произведение. И я мечтаю уже шесть лет, я уже говорил об этом, попасть в родную Чернигов. Вот я думаю, что придет то время, когда меня уберут из списков каких-то там в Киеве, и когда я смогу появиться на Украине. Вспоминая свой родной город, я говорю, «Дивлюсь на место и радую, и в письме славлю си часи, и сердце снова молодею от юности его и краси. Как небо зоря не цвяте чернигів в место золоте, а був же час, и орды кляті, ясну захмаривших плакит, Его хотели расстрелять, его хотели спопилить. Сконали орды на ясні, а місто сяє на десні. Воно й до віку не померкне, не помаріє от негод. Народом створене безсмертне, як невмирущий сам народ». Це я про чернигів хотів сказати. Я люблю Тараса Георгию Чепченка. Я читаю його, у меня його полное собране сочинений є. Є у нього такі слова. «Село не наче погоріло, не наче люди подоріли, самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть». Взагалі я дивлюсь на ці слова Тараса Георгию Чепченка зі своїми поглядами. Я би сказав, «Українське село не наче погоріло сьогодні, не наче люди подоріли, самі на американську панщину йдуть і діточок своїх ведуть». Але Тарас Григорьович сказав в одному зі своїх віршів таку фразу, яка мені дуже подобається. «І ми чекаємо цього часу, і прийде цей час, коли?» «Цитую, «І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі». Прийде цей час. Ну, і закінчуючи такий український посил на українські мови, хотів би сказати ту річ, яку знаєте українці, «І у нас, і у вас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі, здорові, багаті, розумні були та в мірі жили. Мір всім народам – і українським, і російським, і у всьому світі». Спасибо огромна, Николай Іванович, я тоже присоединяюсь к вашим словам. Хотела бы сердечно вас поблагодарить за тёплую беседу, за сегодняшнюю встречу. Хотелось бы пожелать всем славянским народам мира, процветания, взаємопонимания. Пусть буде мирным наше небо. І сказати, що сьогодні первая встреча нашого місяця української культури. Ещё в течение октября состоится ряд таких встреч, і я хотела бы вас ознакомити з программами «Месяця української культури в іностранці». Буквально через день, 7 октября, мы встретимся с українським поэтом, лауреатом Народной шевченковской премії Игорем Павлюком, тоже на телеканале «Культура». Український разговорный клуб состоится 10 октября в субботу. Также ми начнём новий цикл бесед с Дмитрием Бурагу и состоится встреча с историком-медиевистом, которого сегодня вспомнил Николай Иванович, с Петром Петровичем Ковочко. Презентация книги Владимира Пимонова и Татьяны Рездвенко «Пустяк и призрак чемодана» запланирована на 15 октября. Далее у нас будет также цикл, посвящённый юбилею Ивана Бунина. Мы представим на портале «Культура.РФ» фильм, новый фильм документальный киевского режиссёра, Елены Артёменко, Иван Алексеевич Пунин «Дни, вечно памятные мне». И у нас юбилейный год, в этом году восполняется 85 лет Борису Олейнику. Состоится встреча воспоминания, вспоминая Бориса Олейника. Это 22 октября в 19 часов, в день его рождения. Также в этом году ещё один юбилей мы отмечаем, 125 лет, с дня рождения Максима Рыльского. Состоится встреча с внуком писателя Андреем Рыльским, 26 октября у нас на площадке Центра славянских культур. И завершим месяц лекции по переводе на украинский язык романа «Тихий дон» Хэлла Шолохова. Прочтёт её председатель Президиума Литературного общества писателей России Владимир Середин. Также в течение месяца у нас действует книжная выставка новинки фонда украинской литературы. И 23 октября откроется художественная выставка живописи Игоря Тимчука «12 состояний солнца». Хочу поблагодарить всех зрителей за внимание и до встречи, до новых эфиров, до встречи на площадке Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы. Спасибо. Продолжение следует...